Приветствую вас с мужем вместе 10 лет, живем вместе в браке 5 лет. Ребенку 1 год и 2 месяца, долгожданно 2 месяца назад мы живем, что ничего ко мне не чувствовал, что разлюбил уже как 3 дня, спит отдельно в другой комнате. Все может быть причиной. На самом деле, для того, чтобы ответить на этот вопрос, я думаю, что не открою для вас здесь какую-то Америку, вот. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно поисследовать ваши отношения и, собственно говоря, отношения к Ребенку. Это очень важный момент, потому что вы пишите, что ребенок долгожданный, и я вам, я, конечно, вам верю, но вопрос мой заключается в том, долгожданный он для кого, понимаете? То есть для кого он долгожданный? Он долгожданный для вас, или он долгожданный для вашего мужа, или как? Это очень важный момент, потому что люди могут ошибаться в, на мой взгляд, в том, как они видят, скажем так, отношения. Люди могут ошибаться в том, как они расценивают одно и то же. Вот. Понимаете? Какая штука. Поэтому, я думаю, что в этом смысле нужно в первую очередь посмотреть на то, как развивалось ваше взаимодействие, вот, и как вы, значит, друг к другу относились, как вы друг к другу относитесь, ну, может быть, до сих пор, вот. И я думаю, что будет в любом, в любом случае, где, понятно, куда дальше вам двигаться. Вот. Очень важно, чтобы, вот, вы увидели для себя возможные проблемы в отношениях. В отношениях, ну, возможные трудности, возможные проблемы в отношениях между вами. Потому что, если, если что-то такое есть, то, конечно, это будет создавать проблемы и трудности во взаимодействиях между вами. Вот. Поэтому нужно смотреть в данном случае, как складывается, как развивается вообще отношение. Вот. А, ну, вполне возможно, что ваш муж, да, чувствовал себя долгое время. Нехорошо. Вот. Ну, с вами. в контексте ребенка, да, в контексте, вот, ваших взаимодействий. И, вот, его так вот это привело к такому решению, вот, я бы сказал. Поэтому, нет какого-то такого однозначного без ответа нет и быть не может. Вот. Нужно смотреть. но, если вы сами проведете анализ того, как, ну, интересно ли вам с вашим мужем, да, было бы интересно вам, ему с вами, да, взаимодействовать, я имею ввиду, взаимодействовать. Вот. Я думаю, что очень быстро вы придете к определенным выводам. Только эти выводы, они ведь предполагают наличие определенных перемен. перемен. Вот. Наличие определенных, если хотите, изменений, изменений именно ваших. То есть, вот, чтобы вы, да, как-то, ну, как-то изменились. изменили свое поведение, изменили свое, может быть, отношение вот к деду, к деду, вот, к мужу. И тогда вот очень важный вопрос, на мой взгляд, заключается в том, готовы ли вы это, собственно говоря, делать? Вот. То есть, готовы ли вы этим, собственно говоря, заниматься? Да? Давайте подумаем, какие на сегодняшний день у вас есть чувства к мужу. Вот. Какие это чувства? То есть, что вы чувствуете к своему мужу? давайте попробуем ответить себе на этот вопрос. Это очень важно, потому что потому что ваши чувства в том числе определяют то, как вы ведете себя с супругом и то, какой месседж ваш супруг получает от вас. Я имею в виду, да? это очень важный момент и крайне важно на этом, на этом, точнее, на этом крайне важно заострить внимание. Вот. Чтобы вы для себя начали, ну, вот, что-то выделять, да? Выделясь, да, начали там, ну, что-то понимать, грубо говоря. А все, понятное дело, ничего такого не происходит. если для вас эта история стала неожиданностью, вот, то я боюсь, что вы не слишком внимательны к тому, что происходит с вашим, с вашим, ну, с вашим супругом. вот. Возможно, так сказывается появление ребенка, который действительно, ну, отнимать много времени, много сил, вот, много ресурсов. возможно, те изменения в вашей, конкретно в вашей поведенческой модели привели к тому, что ваш муж начал чувствовать себя ребенком, например, или у него в этом смысле, ну, как ему, как ему, как ему, как ему кажется, да, как ему кажется на данный момент, у него нет возможности с вами быть мужчиной, мужчиной, вот, а мы на него обиды вот там мой коллега сказал, да, про то, что внимания человеку не уделял, да, вот, то есть, а если у людей нет личностного бэкграинда, да, ну, то есть, если люди вот не воспринимают друг друга как личность, как личность, появление ребенка, что такое, что такое ребенок, да, ребенок, это по большому, ну, по большому счету, это вид, вот, 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 это вызов, и, это очень серьезный вызов родителям, потому что в данном случае проверяется на, проверяется на прочность характера взимодия, насколько отношение крепкое, ну, и вот, соответственно, вполне может быть, что ваши отношения были, ну, вот, к сожалению, не такими крепкими, как, ну, как вы думали, например, и, тут можно сокрушать, сокрушать, тут можно как-то вот простраивать свой фильм, а может просто смотреть, что селф, прям селф я чувствую по отношению к мужу, вот, можно прям селф смотреть на то, что я хочу по отношению, ну, по отношению к нему, вот, то есть, ну, что для меня важно, что для меня ценно и так далее. Я думаю, что вы вполне способны это сделать. Естественно, если вы озабудетесь о тем, чтобы в себя забрать. Вот. А, пока что, пока что, вот, нет такого ощущения, что вы хорошо знаете себя и хорошо понимаете, вот, что происходит с вами и что происходит с вашим, ну, мужем. Вот. Понимаете, да? Какая штука? Какой момент? как-то так, я думаю. Если вы воспринимаете ситуацию, которую вы описываете как травму, ну, психологическую, я имею в виду, травму, вот, то вам в таком случае, на мой взгляд, нужно обратиться к психологу, вот, мы поможем вам травму пережить, вот, поможем вам решить этот вопрос, вот, и я думаю, что у вас появится возможность двигаться вперед, двигаться в ту сторону, в какую вам хочется. а, не, ну, искать, да, и, пытаться понять человека, потому что, в конце концов, в конце концов, это ведь и ребенок мужа, правильно? Не только он. Ваш. Да, ну, было бы наверно, не справедливо, так, так говорить, что он только вас. Вот, и, если, а, ну, если вашему мужу плохо, да, если ему тяжело, нужна помощь, например, ну, допустим, все в чем-то, вот, то он же может обращаться к вам, поговорить с вами, а он этого не делает. Ну, не все так плохо, если вы хотите восстановить отношения, вот, то, на мой взгляд, всегда можно это сделать, но, ну, смотреть чего в том, чинал. И почему? 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 Почему ребенок долгождан, да? То есть, ну, почему вы называете его, долгождан? Не в смысле того, что это плохо, что он долгождан, ни в коем случае, ни в коем случае. А именно, это вот история про значение. Это история про значение, ну, про значение. Вот. И разобраться с тем что значит ребенок голова под ломой как раз-таки поможет в ходе индивидуальной работы. на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь, по-моему, ответ. Это позволит вам начать сформулировать базовый постеларь для психотерапии. безопасность Понятно, формировать для себя цели, для психотерапии для психотерапии для психотерапии. Вот. И, соответственно, начать работу. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. вам на прикладе.